Добрый день, уважаемые коллеги! Цель нашего сегодняшнего видеоурока – коротко обсудить раскрытие информации на едином государственном портале fedresurs.ru fedresurs.ru появился в 2013 году для всех акционерных обществ и для большого количества юридических лиц. Раньше о нем знали только те юридические лица, которые раскрывали информацию в ходе банкротства. Давайте отдельно проговорим эту составляющую и больше к ней не будем возвращаться. Мы сегодня будем разговаривать о раскрытии на сайте fedresurs.ru только сведений, не предусмотренных законодательством о банкротстве. Мы будем разговаривать только о сведениях, которые предусмотрены законодательством о государственной регистрации юридических лиц, а именно статьей 7.1 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К сожалению, вынужден отметить, что данный закон вступил в силу еще 1 января 2013 года. То есть на момент составления данного видеоурока прошло уже около 3 лет. Но, к сожалению, даже на текущий момент порядка 50% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязанных раскрывать в указанном реестре информацию, до сих пор этого не делают. Я хотел бы рассказать, почему вообще указанный реестр был создан, на что он был направлен и какие формы защиты на нем существуют. И тогда у вас могут отпасть такие, ну, концептуальные понятия о необходимости раскрытия или не раскрытия информации в указанном реестре. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Изменения в 129 закон, которые вступили в силу с 1 января 2013 года, были включены в состав поправок в ряд законопроектов, в том числе в Гражданский кодекс. И на основании этих поправок, вернее, эти поправки преследовали одну простую цель. Эти поправки были направлены на защиту прав кредиторов. Поэтому, когда вы будете рассуждать о необходимости раскрытия информации на сайте fedresource.ru, вы должны для себя понять одну простую вещь. Каждый момент раскрытия информации на этом сайте направлен на защиту прав кредиторов. Изначально был. Это было в 1 января 2013 года. Сейчас, на текущий момент, перечень информации, которая должна раскрываться на сайте fedresource.ru, уже значительно расширился. И в год примерно добавляется одно-два дополнительных положения, одно-два дополнительных обстоятельства, которые необходимо раскрывать на сайте fedresource.ru. В чем была задумка закона? Каждое лицо, каждый кредитор может зайти на сайт fedresource.ru и в случае, если другое лицо, которое предлагает отдать ему какой-то объект прав в залог, а именно движимое имущество, то данное лицо может проверить на сайте fedresource.ru, не находится ли данное имущество в залоге. Очень благая цель лежала в основе данного регистра. Для того, чтобы не было двойных залогов, чтобы не было распространенных мошенничеств с автомобилями и так далее. Всем нам известна эта проблема. Основные средства регистрируются у нас в ФРС. Здесь проблем нет. Нельзя два раза взять один и тот же объект в залог. А движимое имущество, к сожалению, такие злонамеренные лица, которые хотят совершить, ну, назовем это словом, преступления, которые намеренно идут на мошенничество, они дважды, трижды, иногда более раз передают определенные активы в залог. Так вот, чтобы этого не допускать, законодатель придумал способ защиты прав кредиторов, а именно раскрытие информации в данном реестре. Изначально предполагалось, что здесь главенствует принцип открытости государственных реестров. Что это означает? Это означает, что если есть два лица, которые одновременно претендуют на один и тот же залог, но в отношении одного из лиц право залога было раскрыто на сайте fedresurs.ru, а в отношении второго лица такое право не было раскрыто, то первостепенное право на получение залогового имущества будет иметь то лицо, в отношении которого была раскрыта информация на сайте fedresurs.ru. Посыл был очень правильный, но с чем впоследствии столкнулись правоприменители? Впоследствии выяснилось, что в рамках данного законопроекта, и я надеюсь, что в скором времени это будет решено, не учли одно простое обстоятельство. Не было указано никаких идентифицирующих признаков для каждого конкретного вида имущества. Ну, на простом примере, о чем мы говорим. Например, если мы раскрываем сведения о залоге транспортного средства, то очевидно идентифицирующим признаком, более-менее стандартным, является ВИН-код автомобиля. Но в регулирующих документах нигде не указано, что в случае, если мы берем залог автомобиль, мы обязаны раскрыть на сайте fedresurs.ru именно ВИН-код автомобиля. Ну, к сожалению, это так. То есть остался пробел в законодательстве. То есть вы понимаете, что у автомобиля, у движимого имущества, это может быть, например, ВИН-код. Это, понятно, всем идентифицирующий признак. Если мы говорим, например, о ценных бумагах, об акциях, облигациях, то идентифицирующим признаком данного объекта прав является, например, государственный регистрационный номер выпуска. Это тоже неменяемый номер, которому только могут дополняться там хвостики дополнительного выпуска, то есть код дополнительного выпуска и так далее. Тоже есть понятный идентифицирующий признак. Но в случае, если, например, определенная организация или физическое лицо берет в залог, ну, не знаю, принтер, там, компьютер, то что будет являться идентифицирующим признаком, непонятно. И поэтому, если придет одно и то же лицо и отдаст залог нескольким лицам, принтер или компьютер, или какой-то установку, которая есть на производстве, то есть высокая степень вероятности, что когда другое лицо придет, оно не найдет на этом реестре по идентифицирующим признакам эту установку, этот принтер, этот компьютер. И выяснится, что опять-таки злоупотребление мошенников, они все-таки возможны. Так вот, пока, на текущий момент, я акцентирую внимание, что пока просто не урегулировано указанное обстоятельство. И для каждого объекта движимого имущества не указан вид и тип идентифицирующего признака, который обязательно указывать. Сейчас, вот лично я, как кредитор, если бы я давал под залог какого-то актива, я бы требовал с своего заемщика раскрытие информации в отношении объекта залога максимально полной. То есть, если автомобиль, безусловно, и венкод автомобиля, и номер двигателя, и номер шасси, и номер рамы, вплоть до того, что там номер лобового стекла. Чем больше признаков мы укажем, тем большая степень защищенности у нас, как лица претендующего первостепенно на право залога, тем больше шансов взыскать данное имущество у нас потом будет. И наоборот, если сведения о том, что данный залог не был внесен нам в качестве залога, не будет размещен на сайте fedresurs.ru, то у нас будет очень мало шансов претендовать на данный залог, если в отношении другого лица такая информация будет размещена на сайте. Вот базовым посылом законодателя при раскрытии информации на сайте fedresurs.ru было именно сведения о залогах, именно сведения о залоговом имуществе и защита прав коридоров. Впоследствии данный реестр начал дополняться большим количеством дополнительных видов и типов раскрытия сообщений. Я хотел бы обратить внимание еще на ряд дополнительных видов и типов сообщений, которые необходимо раскрывать на сайте fedresurs.ru. Одним из ключевых сообщений, которые также стало необходимо раскрывать на указанном сайте, это сообщение о реорганизации и ликвидации юридического лица и статуса индивидуального предпринимателя. Совершенно недавно указанные изменения были внесены в законодательство, и законодатель в явном и четком виде теперь прописал статью 7.1 закона о госрегистрации юрлиц, и теперь из нее в явном виде свидетельствует необходимость раскрытия информации в форме сообщения о реорганизации и ликвидации. На текущий момент, обращаю ваше внимание, налоговые органы закрывают глаза, не знают и допускают нераскрытие данных видов и типов сообщений. Но если это проходило у вас в налоговой регистрирующем органе вчера, это совершенно не значит, что в следующий раз это также будет допущено. Я бы рекомендовал делать вам как правильно. В случае, если вы будете делать реорганизацию по всем правилам, то налоговая вам отказать не сможет. Если вы допустите факт нераскрытия сообщения на сайте fedresource.ru, то у налоговой будет шанс вам отказать как минимум по данному основанию. Я очень рекомендую ознакомиться вам со списком оснований для отказа в реорганизации, и вы увидите, что среди списка оснований будет указанное обстоятельство. Это может являться для многих из вас новостью. Смотрим внимательно статью 7.1, находим сведения необходимости раскрывать сообщения на сайте fedresource.ru о реорганизации и ликвидации, и делаем реорганизацию по всем правилам. Большая рекомендация. Совершенно недавно вступили в силу еще два крайне существенных изменения. Необходимо раскрывать на сайте fedresource.ru сведения об отчете оценщика в случае, если эта оценка является обязательной. Это нововведение, которое появилось только в 2016 году, и далеко не многие из вас еще успели с ним ознакомиться. Я надеюсь, что после просмотра данного видеоурока вы поймете, о чем речь, и начнете соблюдать законодательство. Рекомендую открыть статью 7.1 и увидеть о том, что она была дополнена пунктом о необходимости раскрытия информации об отчете оценщика. Есть еще одна норма, которая на момент подготовки данного видеоурока не вступила в силу, но я думаю, в течение нескольких ближайших месяцев она вступает. Это норма о необходимости раскрытия информации в форме аудиторского заключения. Я также рекомендую вам внимательно почитать и закон об аудиторской деятельности, и закон об оценочной деятельности, и вы поймете, что есть ряд сведений, которые вы ранее не раскрывали, но которые вам необходимо будет раскрывать уже к концу 2016 года дополнительно. И еще, на чем я хотел остановиться дополнительно. Есть один простой, понятный, который не вызывал ни у кого сомнений, факт раскрытия информации на сайте fedresource.ru, способ раскрытия информации. Это раскрытие информации о стоимости чистых активов акционерного общества. Сразу обозначу. Раскрывать информацию в форме чистых активов, исходя из совокупности норм законодательства, необходимо только акционерному обществу и обществу с ограниченной ответственностью, которая публично разместила облигации. Таких обществ у нас в стране считанные единицы, поэтому я утверждаю, что порядка 99,9% общества с ограниченной ответственностью не обязаны раскрывать информацию о стоимости чистых активов. Что мы говорим об акционерных обществах? Раскрытие информации в форме чистых активов является довольно непростым и довольно непонятным способом раскрытия информации. Почему я это утверждаю? Потому что на момент вступления в силу 129-го закона с изменениями, согласно которым необходимо раскрывать информацию в форме чистых активов, существовало постановление на тот момент совместно, если я не ошибаюсь, Минфина и ФКЦБ еще на тот момент, совместное постановление о порядке расчета стоимости чистых активов. И в данном постановлении было написано, что акционерное общество обязано раскрывать информацию о чистых активах, извините, не раскрывать информацию, а рассчитывать стоимость чистых активов не менее одного раза в квартал, то есть не менее четырех раз в год. Многие акционерные общества благополучно закрывали глаза на то, что есть такое постановление, и раскрывали информацию в форме чистых активов всего единожды в год, после сдачи бухгалтерского баланса в налоговую. Ну, я считаю, что оценку действиям таких эмитентов сможет дать только надзорный орган. Мое личное мнение, что такие действия на момент вступления данного закона в силу допускались эмитентами, потому что не было контрольного органа, потому что не была нормальным образом установлена ответственность. Сейчас данное постановление уже отменено. В новом постановлении, которое регулирует порядок расчета стоимости чистых активов, отсутствует необходимость и обязанность акционерных обществ рассчитывать чистые активы ежеквартально. И поэтому сейчас каждое акционерное общество обязано раскрывать чистые активы, согласно требованиям статьи 7.1, всякий раз, как только оно произвело расчет стоимости чистых активов. Почему я сказал, что расчет стоимости чистых активов и их раскрытие на сайте fedresource.ru довольно непростая вещь? Потому что мне известны как минимум три, а то, возможно, и более позиции, мнения, по которым можно раскрывать информацию о чистых активах, о моментах, с какой даты можно раскрывать информацию о чистых активах. Какие возможны мнения? Ну, первое понятное мнение это, как только вы составили бухгалтерский баланс, как только вы его составили, зафиксировали и подписали, это дата, которую можно считать датой, с которой будет рассчитываться три дня для раскрытия информации в форме чистых активов. Я прокомментирую потом, какой даты придерживаюсь я. Вторая дата, от которой можно рассчитывать стоимость чистых активов, это дата подготовки аудиторского заключения. Ну, то есть, почему так рассуждают? Потому что пока аудитор не проверил бухгалтерский баланс, пока он не подтвердил его, ну, нельзя утверждать, что там все правильно. Это вторая дата. Как минимум третья дата, с которой можно рассчитывать, отсчитывать срок для раскрытия чистых активов, это дата проведения годового собрания акционеров. Но действительно, сторонники данной точки зрения говорят, пока общее собрание акционеров не утвердило бухгалтерскую отчетность, какие у нас основания считать, что эта бухгалтерская отчетность является состоявшейся, что эта отчетность была проверена аудитором, утверждена собранием, подготовлена и составлена бухгалтером, и была проведена через все необходимые инстанции. По моему мнению, это тоже аргументированная позиция, которая имеет право на существование, раскрыть чистые активы после годового собрания акционеров, которое уже прошло и утвердило бухгалтерскую отчетность. Тем более, она уже была проводирована аудитором. Какой точки зрения? Вот я рассказал про три существующих точки зрения. Я их не критикую, я, в принципе, аргументировал каждую из них как свою собственную. Какой точки зрения придерживаюсь я? Я придерживаюсь следующей точки зрения. Так как законодательство у нас не содержит нигде оговорок о дате и сроке раскрытия информации в форме чистых активов, кроме как оговорки о том, что стоимость чистых активов должна быть раскрыта в течение трех дней с даты наступления соответствующего события, встает простой вопрос, что считать событием. Я считаю, что подстраховывая себя, мы должны считать событием, требующим раскрытия информации в форме чистых активов, не что иное, как составление расчета стоимости чистых активов. Всякий раз, как только мы составили чистые активы, мы обязаны раскрыть эту информацию на сайте. Данное мнение у меня сложилось, исходя из анализа совокупности норм. Всю логическую цепочку я выстраивать сейчас не хочу, но готов аргументировать данное мнение, ну, довольно с высокой степенью вероятности я смогу его отстоять при споре с любым надзорным органом и при споре с коллегами, имеющими другую точку зрения. На что иногда, скажем так, попадают имитенты? На какие у него могут возникнуть проблемы в связи с необходимостью раскрывать чистые активы? Например, главный бухгалтер подготовил чистые активы, раскрыл их один раз и благополучно забыл про этот вопрос. Что произошло дальше? Дальше появился хитрый акционер, который запросил в обществе стоимость чистых активов на какую-то конкретную дату. Ну, например, на 1 октября 2016 года. Корпоративный юрист обратился к бухгалтеру, бухгалтер ему рассчитал стоимость чистых активов, этот запрос отправили акционеру, ответ на этот запрос, и благополучно забыли раскрыть информацию в форме чистых активов. После этого часто следует жалоба акционера, который не раскрыл информацию, который, получив стоимость чистых активов, зашел на сайт fedresource.ru, не обнаружил там информацию о расчете стоимости чистых активов на 1 октября и благополучно нажаловался в надзорный орган. Таким образом, общество с высокой степенью вероятности может быть привлечено к ответственности. Кстати, с 2016 года в Коап была внесена статья, которая предусматривает ответственность за нераскрытие сведений на сайте fedresource.ru. Указанная степень ответственности в минимуме составляет 5000 рублей на должностное лицо, но что может быть более важным, сложным и неприятным для руководителя, это при повторном нарушении вплоть до дисквалификации исполнительного органа. Это означает, что руководитель крупной корпорации, крупного акционерного общества может быть отстранен от деятельности акционерного общества всего-навсего за то, что он два раза подряд нарушил свою обязанность по организации раскрытия информации на сайте fedresource.ru. Вот такая вот неприятная новость поджидала нас в 2016 году. Пожалуй, коллеги, это все, что я хотел бы сказать о раскрытии информации на сайте fedresource.ru на этом государственном портале. Благодарю вас за внимание и желаю вам допускать как можно меньше ошибок в вашей работе. Спасибо!